Работающим пенсионерам традиционно пересчитают страховую пенсию. Размер прибавки индивидуальный и зависит от пенсионных коэффициентов за предшествующий год. Так как повышение не может превышать 3 баллов, а стоимость одного балла немного превышает 127 рублей, максимальная прибавка к пенсии составит 400 рублей. Никаких заявлений пенсионерам писать не нужно, перерасчет будет автоматическим. Пожалуй, самое громкое нововведение августа – появление в России цифрового рубля. Он будет иметь форму уникального цифрового кода и хранится на специальном электронном кошельке. Оператор платформы цифрового рубля – Банк России. Пока такие рубли будут тестировать кредитные организации и юридические лица, в широкое обращение цифровой рубль поступит в 2025-2027 годах. В перспективе с помощью него можно будет совершать любые привычные покупки. С 1 августа иностранцы смогут приезжать в Россию по электронной визе. Она позволит однократно въехать в нашу страну в качестве туриста по деловым вопросам, а также для участия в научных или спортивных соревнованиях. Срок ее действия – 60 суток с момента оформления и не более 16 с момента въезда в страну. Услуга доступна жителям 52 государств. Еще одно нововведение касается автомобилей. Причем некоторые эксперты считают, что после него иномарки в стране могут подорожать. С сегодняшнего дня повышается утилизационный сбор на легковые, легкие, коммерческие, грузовые автомобили и автобусы. Изменения затронут вовс импортных новых и бывших в употреблении автомобилей юридическими лицами. В среднем ставка утилизбора на легковые машины будет проиндексирована в 1,7-3,7 раза в зависимости от объема двигателя. На стоимость отечественных авто нововведение не повлияет. Татьяна Голубева, День с толком.